сегодня воскресный денек и говорить мы будем снова об автомобилях но они про уаз hunter на него в обзор еще увидите а сегодня будем говорить про корейский автомобиль прямиком из кореи в москву kia sportage с дизельным двигателем вы на канале филавто меня зовут евгений филоненко и пожалуй начнем есть масса разновидностей мотора бензинового 150 сил есть если не ошибаюсь 2 и 5 мотор на полном и на переднем приводе это у нас версия с дизельным мотором 2 литра 184 лошадиные силы на полном приводе ну и соответственно максимальной комплектации салон мы посмотрим чуточку позже там есть о чем рассказать ну корейцы шагнули реально вперед этот автомобиль сейчас имеет пробег что-то около 32 тысяч километров продается за 3 850 2021 года выпуска по моему августа месяца если не ошибаюсь ну напишу вам в комментариях давайте посмотрим багажник и посмотрим салон салон здесь действительно интересный на самом деле sportage на своем канале никогда не снимал и вот повезло sportage в новом кузове максимальной комплектации и скорее да еще и дизельный камера заднего хода вот такой вот большой или средних размеров багажник здесь у нас есть небольшой органайзер вот обратите внимание здесь нет запасного колеса то есть вот опускаю органайзер знак аварийный и как бы все внизу его тоже нет потому что там банка глушителя так что должен быть по всей видимости здесь дорожный набор если есть хорошо если нет плохо нужно докупать либо запаску либо дорожный набор есть подсветка и соответственно есть у нас розетка багажник закрывается с кнопки вот такие вот два ключа здесь уже в чехольчике то есть автомобиль практически новый пойдемте в салон почему я не уделил время обсуждению дизайна этого нового автомобиля на самом деле это новый sportage то есть он не похож на те автомобили которые были новый кузов новое оснащение новое оборудование потому что на вкус и цвет как говорится приятелей нет кому-то нравится этот кузов кому-то нет давайте мы поговорим о том что находится здесь в салоне этого автомобиля новая мода сейчас на рычаг а кпп здесь его нет здесь есть вот такая вот шайба с буковкой п парковка посередине естественно все подогревы сидений и вентиляция и подогрев руля и множество юсби огромный экран на самом деле он разделен вот вот в этой области то есть получается здесь у нас дисплей на котором на котором может быть выведен выведена карта навигация различные приложения и так далее все сейчас на английском языке и соответственно второй дисплей как раз на нем располагается вся информация о состоянии автомобиля есть кнопка помощи спуска с горы автохолд даже есть кнопка старт-стоп то есть автомобиль будет у вас глушить двигатель если вы будете каковременно ну где-то останавливаться например на светофоре новая мода новое введение это рычаг переключения коробки передач коробки коробки скоростей его здесь нет в автомобилях хенда sonata тот же новый палисад кнопочный кнопочное переключение скоростей когда первый раз я увидел это изменение в шевроле тахо и в эскалейде я был неприятно удивлен наверное это такая сейчас мода новое веяние кнопочки джойстики сенсорные экраны но вот наверное для многих из нас хотелось бы чтобы здесь был настоящий рычаг за который можно было бы взяться либо спокойно положив руку ехать на дальнее расстояние так вот картинка меняется все хорошо все красиво есть здесь также память сидений подогрева и регулировка зеркал стеклоподъемники все это у нас здесь есть и вот такой вот двухзонный климат-контроль все кстати тоже сенсорная все переключается но отзыв кстати быстрый как это все будет действовать когда на дворе будет минус 35 я не знаю но кто уже пользовался напишите нормально ли или есть некоторые задержки usb порта естественно здесь есть множество ниш есть даже подстаканники по моему даже спадах ох ты блин нифига себе автомобиль в максимальной комплектации но единственное здесь нет ни люка не панорамной крыши но зато помимо того что здесь есть вот такие вот два огромных дисплея здесь есть адаптивный круиз-контроль здесь есть контроль выхода из полосы чем мне например нравится адаптивный круиз-контроль но если ты много двигаешься в пробках ты можешь спокойно выставить расстояние до впереди идущего автомобиля и потихонечку за ним следовать иногда отвлекаясь на телефонный аппарат либо на разговоры с собеседником конечно это небезопасно но тем не менее это бывает и бывает нередко плюсом ко всему здесь есть круговой обзор и камеры при повороте транслируют тебе изображение на вот эти вот оконца вместо скорости и если ты включаешь правый поворотник то трансляция идет вместо тахометра ну что располагаемся на заднем диване этого комфортабельного автомобиля есть у нас подлокотник с подстаканниками есть дефлектора климат-системы здесь нет здесь она двухзонная то есть на водителя и соответственно переднего пассажира помимо того что здесь приятный кожаный салон ну кожаный с натяжкой можно так сказать здесь есть такие вот кармашки плюсом к ним но наверное можно назвать это какой-то барсетка или сумочкой сюда можно положить различные документы либо детские игрушки какие-нибудь мелкие и они у вас не потеряются ну на самом деле здесь очень просторно потому что можно спинку сидений даже приподнять либо опустить поэтому я и сижу здесь вольготно но сижу кстати сам за собой с моим ростом 169 сантиметров как кто-то сказал я могу сидеть даже в оке и мне будет удобно ну наверное так то здесь в принципе место есть сейчас юсб в корейских автомобилях столько же сколько в китайских то есть здесь есть кстати микро и здесь есть микро если я не ошибаюсь раньше в автомобилях но по моему в палисаде были обычные юсб но корейцы тоже не стоят на месте есть подогревы задних сидений и есть кнопка с этой стороны которая может отодвинуть переднее сидение тоже удобная штука мое внимание в этом автомобиле привлекли еще вот такие вот ручки-держалки я не знаю для чего это может быть дергать на семя когда передние пассажиры начинают не давать вам климат систему которая есть только у них но скорее всего эта штука для того чтобы что-то можно было здесь разместить или повесить либо 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 вставить сюда планшет что скорее всего это для этого и сделано корейцы молодцы корейцы постарались преимуществом